здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube и сегодняшняя тема розы дождались наконец-то и я тоже и у меня на столе несколько коробок упакованных роз и они все разные разумеется ну вот здесь как бы два поставщика сегодня тема об этом как выбрать правильно розы и какие все таки предпочтительнее на мой взгляд разумеется можно конечно быть очарованным посмотрите какая печать да ух все сияет блестит информативная часть очень большая все все замечательно но эти коробки поскромнее разумеется а информативная часть тоже есть и все там тоже прописано ну как-то она не выглядит вот так празднично а теперь посмотрите внимательно сейчас я вытащу из коробки ну вот эти одинаковые да я уложу чтоб мне не мешали чтобы вам было видно я вытащу посадочный материал и буду делать сравнительный анализ внимание упаковка очень удобная она отрезана одной третьей части коробка выглядит вот так вот очень удобная очень крепкая и внутри у нее упаковано корневище которая расположена на всю длину упаковки и руками его можно прощупать теперь обратите внимание на прививки которые сделаны вот это мы называем прививочный кулачок это шиповник на самом деле сделано несколько врезок и туда вставлены черенки культурной розы в частности это великолепная роза которая называется вояж очень красивая розовая очень похоже на английскую много лепестковая не показывающий середину и самое главное смотрите сколько прививок раз два три 4 5 причем мощные еще и с рогатками и это говорит и на каждой из них почки проснулись вот смотрите я посчитаю вы не поверите сколько их это ведь розы чайно-гибридные то есть у нее достаточно мало веток боковых но у этой раз два три 4 5 6 7 8 9 10 только на одной рогатки и на 2 еще больше то есть это роза способна выпустить сразу ну примерно 15-20 боковых веток каждая из них будет нести бутон все облито воском очень аккуратно воск убирать нельзя ни в коем случае это вас не касается он сам спадет когда придет время мы вернемся еще к розам к тому что там внутри но сегодня только сравнительный анализ как выбрать розу какую предпочтительнее а теперь я хочу вытащить из коробки другого поставщика то что там находится да упаковка да ну ну вот такая всего длина вот такая всего длина корневища на мой вкус маловато я не вижу от открытого прививочного кулачка я его открою сама он очень маленький обработан спорить не буду и сделано всего три прививки причем это роза мадам дель бар это тоже чайно-гибридная пока на них еще не проснулись почки вот только одну вижу проснувшуюся вот вторая но не уверена что она проснулась значит пока вижу вот одна две врать не буду три для меня маловато и худовато поэтому ну и конечно корневища у розы если его развернуть совсем то как-то ну честно сказать меня смущает длина корневища обычно у розы корневище имеет там 40 60 сантиметров и она дважды и трижды сложена когда мы высаживаем мы можем себе позволить обрезать это корневище можем но этого делать бы не надо потому что его надо расправить этим корневищем роза будет подпитываться пока не выпустит корни которые положены у нее должны быть корни корневище это не корни это такой вид корня который уже превратился в такую твердую совершенно древесину и он будет держать это растение в почве но кормить будет только в том случае накапливая там питательные вещества когда другие корни не работают у этой розы маловато корневища то есть и питательных веществ там маловато поэтому выбирая среди красивых коробок и не очень я все-таки предпочитаю ну убейте меня все тополовичей правда у них очень качественная продукция к сожалению пока в город не пришли не дэвид остин английские не пришли конечно мэйлон французские но это первые ласточки и ну я посмотрю кто из них как выживет и как они примутся на этом я закончу сегодня а в следующих программах я расскажу что делать дальше если вы купили неважно такую или такую розу что делать вот там с тем что внутри а на этом пока до свидания а